ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России год за гоном снижается количество впервые выданных водительских удостоверений. Это объясняется усложнением обучения и экзаменов, а также ростом стоимости посещения курсов. По данным МВД, в 2022 году права получили 1 миллион 107 тысяч начинающих водителей. Годом ранее их было примерно на 80 тысяч больше. С первого раза экзамен издал только каждый пятый выпускник автошколы. ТРАССА 101 С 1 марта водителям такси, автобусов, трамваев и другого общественного транспорта придется предъявлять работодателю справку об отсутствии судимости. С непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления перевозить пассажиров будет запрещено. Кроме того, в первый день календарной весны вступили в силу поправки, запрещающие водителям автобусов со стоячими местами двигаться вне населенных пунктов со скоростью свыше 70 км в час. ТРАССА 101 Российские дилеры начали самостоятельно поставлять новые кроссоверы Mazda CX-5. Цены на модель варьируются в пределах от 3 миллионов 700 тысяч до 4 миллионов 600 тысяч рублей. Переднеприводная версия комплектуется двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 155 лошадей. В полноприводной присутствует 187-ми, либо 196-ти сильный силовой агрегат. В списке оснащения в зависимости от комплектации есть бесключевой доступ, камера заднего вида, мониторинг слепых зон, система слежения за полосой. ТРАССА 101 Эксперты предупреждают, на вторичный рынок легковушек хлынули машины из такси и каршеринга. На смену им приходят в основном китайские модели. Как правило, авто, использовавшееся в такси, имеет привлекательную цену и скрученный пробег. Зачастую такие рабочие лошадки перегоняются подальше от городов, в которых они трудились, чтобы вероятность продажи была выше. Специалисты советуют при покупке бэушного авто пробивать его по всем доступным базам. ТРАССА 101 В Красноярске сотрудники ГИБДД дважды за ночь поймали одного и того же нетрезвого водителя. Первый раз 39-летний мужчина управлял машиной, зарегистрированной на его супругу. Спустя несколько часов искатель приключений сел за роль авто своего отца. При этом, как показал алкотестер, он был еще более пьян. Наказание рецидивисту грозит стандартное. Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова